Братья-месяцы В это время в крестьянских домах запасы обычно подходили к концу. Впереди было голодное время, поэтому 15 апреля называли бесхлебица, бескормица. К тому же имя поликарп ассоциировалось с вороньим карканьем, а эти птицы, по мнению некоторых, считались темными созданиями, связанными с миром мертвых. Если охотник на пути в лес слышал карканье ворона, то тут же поворачивал обратно, удачи ждать не приходилось. Если ворон каркал над головой человека или чьим-то домом, то знали, это предвестие смерти. Стая воронов, кружащихся над поселением, воспринималась как предвестие большого несчастья, нашествия врагов, эпидемии, мора среди скотины, пожара и так далее. А если взглянуть с другой стороны? Выходит, они предупреждают о надвигающейся опасности и дают время к ней подготовиться. И, наверное, поэтому, несмотря на негативное отношение к этим птицам, вороны в русских сказках часто наделялись мудростью и помогали героям справиться с врагами. Ворон почитался птицей вещей, которая живет до 300 лет и приносит на своих крылах живую и мертвую воду. По приметам этого дня гадали. Если вишня-лед по озерам и затонам не тронется, а потонет, год будет тяжелым. Коли лед не ушел, то лов рыбы будет плохим. Окунулся ворон в лужу, прощая ведра, солнечная погода. Вороны играют в вышине к ведру. Галки-играчи высоко вьются стаями и опускаются стрелой вниз, будет дождь. Стаями сидят на дороге к ненастью. Трудно сказать, почему именно в этот день, когда гуляет матушка река, а лед на ней ломается хрясно, так что ходить опасно, выбрали для своего праздника российские торговцы. В народном календаре он значился как день начала ледохода, а в их среде не иначе, как барыш день назывался, отмечаясь так усердно, чтобы весь год прибыльным был, а денежки, на торговле заработанные, впрок пошли. Кстати, прок – слово непростое. Когда-то очень давно проком называли на Руси бога деловых, сметливых и предприимчивых людей. Слыл он эдаким славянским Меркурием, покровительствуя не только торговцам, но и всем, кто своим трудом поддерживал семью и всячески содействовал процветанию любимого дела. Впрочем, говорят, иногда он и прониром-мошенникам помогал, да только недолго, предпочитая иметь дело с людьми порядочными и трудолюбивыми, а зарвавшихся и в конец проворовавшихся горе-предпринимателей к Прову отправлял – древнеславянскому богу правосудия. Бог-Пров – Прове, древний бог-судья и вершитель справедливости правосудия у северных славян и одновременно с этим бог-плодородия. Пров – сын Осила и Азовушки, изображался в облике старца в длинных одеждах с большим числом складок и цепями на груди. В одной руке он держит обломок камня, как символ преступления и обвинения, а в другой – копье – знак неотвратимого наказания. Голову его обвивает венок, из-под которого высовываются длинные уши – знак того, что от Прове ничего невозможно скрыть. в складках его одежд тайны мудрых решений, которые принимает Пров, и предугадать их никому не дано. А живущему по совести и страшиться нечего. Братья-месяцы КОНЕЦ 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 КОНЕЦ